идем выбираем дорогу то что вчера показывали сегодня могло уже измениться как ледоход на речке то есть стоял лед может уже быть и вода больше воды стало конечно уже посредине не пройдешь говорится пытается обойти давай руку сантиметров по 25 есть здесь должны прорваться блин хоть бы чуть-чуть прошли нифига подошли к перекрестку первому где светофор у нас тут он единственный запахи сразу пошли дымом газом машин то еще немного тут даже тротуар появился за эти дни пока мы не ходили сам растаял в прошлом году сделали не знаю надолго хватит нет вот убирать 32 46 по тротуару идем до слой пыли грязи пока еще никто не убирался денег нет денег нет но выдержитесь идем флорисы хоть такое но тротуар слава тебе господи по сравнению с тем что перед этим показывали хорошо подтаяло да идем хоть и радуемся и меньше обливают потому что по дороге меньше воды давай быстрее то здесь сейчас обольет на вот ребятки скинули с крыши снег лед видите ем ем флор называется лариса решила заглянуть чтобы увеличить скоро писание написание написание рецептов рецептов не нету у меня рецепт один а мне сразу написали мне направление на разные там процедуры мне сразу написали 4 направлений здрасте можно узнать а вот кто на больничном талон нужно брать к врачу все равно да то есть просто так пришел тебя к неврологу например нет вот я на больничном у невролога мне чтоб следующий прием если я на больничном талон все равно нужно брать да я не знаю наверное не ну а талон то все равно а если она записала то что тогда то есть узнать у нее да а то там в больничном приходит люди и ругаются потому что не пропускают а еще вопрос со стационарной приходишь без очереди виду нет просто стационара все понятно спасибо вот так ребята все незаконно отчитываться она не хочет у нас никто не хочет отчитываться все хотят командовать и проверять ну так ребята без жесткого противостояния ничего сделать невозможно кажется врачи это сами придумывают через 1 им надо выписывать талоны они заходите все что мало народу я могу тоже снимать да пошел филеографию прошел завтра у меня и кг может прокатит сегодня народу вообще мало богу может может прокатит это не сюда это первый этаж первый кабинет шестой этаж ребята вышли из депресника из больницы пошли в альтеру альтера это строительный магазин они же не знают что такое альтера я не думаю что московские ребята знают что такое альтера или савропольский какие-нибудь или краснодарский украинские а у строительный магазин понятно короче идем лариса предложила купить на плинтус такие стыки и угловые штучки ну чтоб соединительные возьмем и таких и таких и таких четыре таких и грязи по 100 рублей она сразу тюк 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 тогда один хватит вместо четырех деньги решает все вот идем сейчас посмотрим человек нам предложат до здесь вот здесь вот вывозят снег ну как сказать бизнесмены которые хотят чтобы к ним люди приезжали лариса вспомнила что она надо в зал линолеума я посмотрим вот вот Здравствуйте. Вот, смотри, как раз то, что нам надо. Ничего, ничего мы не нашли. К нам проявили неуважение. Сами даже говорить не захотели. Мы же ничего не покупаем. Мы только спрашиваем пока. Но чтобы купить надо спросить же. В прошлый раз зашла с ней. Он мне там рассказывал. Поход продолжается. Мы сегодня, представляете, вышли из дома. Юра мне говорит, Лариса, завтракай. Я говорю, нет, Юра. Я ему нарезала там сырочку. Маслица поставила орехового. А сама не стала. Говорю, не могу. Не хочу. И вот сейчас время к обеду. У меня там червяк. И Лариса погибает. Печеньку надо. Я хочу кушать. Не, ну я не люблю же печеньки. Ладно с чаем, когда наешься. А так я их терпеть не могу. Угу. Я люблю что-нибудь существенное. Мясо. Мясо давай. Смотрите, какая красота у нас. Это я хотела сказать. Чистый белый снежок. Да. Растаивает. Потихоньку превращается. А у нас сегодня с Юрой были планы. Мы хотели пойти купить мясо. Потому что как там нам написали. Макаронная диета у нас. Белый снег. Белый снег. Белый снег. Как там дальше? Идет. Две тени. Не кличешь. Послухай. Завируха. Метель. Завируха. На дворе ни машин ни людей. Ни машин ни людей. По-украински запела. Ты ж меня пидманула. А мне нравится их смотреть. Иногда смотрю передачи на украинском. Вспоминаю свою бабушку. Ну как бы не посредственную бабушку. А какую-то там через какое-то колено. Она только по-украински говорила. Было очень прикольно для меня. Улица. Ударника, да это? Ударник социалистического труда. Ура, товарищи! Ударим хорошей работой по заснеженному городу на Волотаевку. Урожей. Урожей. О, окрошей. Да? Урожей. 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 А я не сказала давление-то. Урожей. Я расстроен был. Поэтому. У других она спрашивает. Урожей. Урожей. Еще там ни разу не были, открыть надо для себя Надо новое познание, так сказать А вот это залито Это такой тротуар Да, тротуар у нас классный Улица Октябрьская Сейчас прошли Ударника, теперь Октябрьская И сейчас пересечение Портсиезда Портсиезда, да Прям одни советские названия Девчонки, мальчишки Мы решили зайти в грильницу и спросить Сколько же это будет стоить Если больше чем 300 рублей на двоих Уходим, да Да во-первых, я не хочу пиццу, 100% А зачем пицца, мы можем кофе попить Кофе я тоже не буду А что, чай? И чай не хочу Ну давай зайдем, может там кроме пиццы еще что-нибудь готовить Тебе, кстати, кефирчика надо попить А может там есть кефир Сейчас в магазине стояли на кассе И женщина спрашивала Сухое натуральное молоко А я вчера как раз говорила Наташа, сходи купи Ну я думала, я буду масло покупать И куплю там молока этого сухого Но казалось, что нету Так, размотаем Лакт Удобная польза Это что за выражение? Удобная польза Может ты не дочитал? Удобная польза Может читать не умею? Какое-то странное выражение Мне даже подозрение закрало Ну ничего, сейчас попробуем Наверное, я так думаю Потому что удобно держать бутылочку А польза какая? Польза кефир пьешь Но не всем польза Вот, например, мне Ладно бы написали Удобная поза Было бы понятно Автопольза Так, удобно сейчас Сейчас идем И мужчина В общем, устроил туалет Зашел за уголок И устроил туалет Ну дети потешаются, конечно Им потешно Налево И я вспомнила нашего зятя Когда приезжал первый раз Ветер дует, плохо слышно И он Когда увидел Такое Первый раз Он и сказал Говорит Ой, почему он это делает? А Потому что у нас Негде это сделать Негде культурно Зайти и сходить в туалет Ни в каком магазине Тебя не запустят И Когда он везде Потом походил Походил И говорит Да Если бы Ну по окраине По нашей По Сахалину Говорит Если бы у меня был Такой дом Я бы наверное тоже за углом Пришли С Ларисой За мясом Магазин Сначала Посмотрим Не знаю Может она будет брать Не брать Да нам еще Хватит 2 часа Да По делам еще 2 часа Давай О Так а там ничего и нету Давай Спросим О Есть Здравствуйте Принесал Здравствуйте Здравствуйте 300 рублей Свинина Пойдем Фарс Ну что Уберешь Что это ассортимент Не понравился Ларис Невежливый Зашла Поздоровалась Но эмоции И они махнули Головой Махнули Но я Маху Не увидала Маху Махнули Помахали Пока Лариса Не видела Мне ручкой Помахали Зашли В кафе На вокзале Видите Тут работают люди Кушают Ничего Коронавирус Никому не мешает Вот Лариса Сейчас возьмет Мне тут кофейку Сама покушает Лариса Все мне хочет угостить Пироженком Биряшиком Я говорю Не буду Взял Противный Черный кофе Видите Дезинфицируются Руки Я кофейку попил Такое заведение Лариса Еще там Допивает Бориса угостила Мальчика А он хотел кушать Мама ему купила Один пирожок А он еще Хотел Надо ему Сладкий Вот такая Лариса Добрая душа Угостила Мальчика У которого Мама У мамы не хватило На второй пирожок Скорее всего Денег Да Ларик Я не знаю Хватило Не хватило Я не осуждаю А кто сказал Что осуждает Просто нету денег Еще такого Может быть Ребята Шел И не мог Не заснять Посмотрите Это вот общежитие Да И посмотрите Под окнами Это вот так весело Живут люди От пивасика Я не знаю Тут наверное Бутылок 200 Если не больше Ну вот Да понятно Чистить не хотят Вот это мы Пойдем по этому По тротуару Ну самим То можно не кидать Тоже У нас тут Запланирована встреча В два часа И Ну нам Нет резон Сейчас идти домой И поэтому Мы находимся Ну вот В пятаке В этом Крутимся И представляете Мы хотим В туалет Оба И чтобы нам Сходить в туалет Нам пришлось Идти в больницу Потому что Кроме больницы Негде сходить Нормально Мы сегодня же были В больницу Уже снимал Юра И надо сказать Народу там мало Может бабушки По домам сидят Коронавируса боятся Ну может быть да Ты же вот Прочитал где-то да Ну да В СМИ В СМИ Что замалчивают Количество заболевших Ход для пациентов С высокой температурой Правый крылья здания На Типа защитились Вероприня Ну ладно Хоть так Пришли Ждем В очередь Туалет сразу И клизмина Думаю Куда же идти лучше Да Думаю Лучше в клизмина Сходили В туалет Мыла ни хрена нету Борьба с коронавирусом Да Борьба с коронавирусом На высшем уровне А тут Сидели с нами Посетители Тоже говорят Так украдут же Нормально Люди Денег нет на мыло Лариса боится Пройти Поскользнуться Я ее за руку Взял смотрите Тут меня уже женщина Опа Чуть я не упал Так Погнали Сюда Смотрите Как мы за ручки Идем Как молодожены Тебе нравится Лариса Это так мило Пошли Вот идем по дороге Тут немножко Тут немножко цивилизации То есть Вот такой асфальт Почему его Везде нельзя сделать Как в Америке мы были Почему Объясните Все прекрасно знают Почему Вот Иду я сейчас У меня ноги мокрые Потому что По этому снегу находился А если бы вот такая Дорога была От дома Ну я бы с удовольствием Ходил каждый день Видите И дорога далеко И по сухому Уйдешь Все классно А вот смотрите Вот такой пейзаж Видите Вот Лариса Подала Просящему Пожилая женщина Сидит Всякое в жизни Может быть Обидно Пропустил Вакансии требуется Уборщицы Хороший вакансий Печень Куриная 70 рублей Классно Почем говядин Я все узнаю Пока Грудью Пойдем 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 Понятно Понятно И баранина Есть для вас Все есть Лично для нас Все 350 А жан Сляшка 350 Все Что хочу Спасибо Милючка А говядинка Посмотрите Слезачок Вон Висит Каких Вся Смотрит Ребушки Такие 280 280 Это Пойдем 350 330 Не надо Не трогайте 350 330 330 Филешка Почем 430 430 Эти 300 280 Антрикот Антрикот 300 288 А говядинка А говядинка У меня это обалденно Не жирная Сам бы ел Да деньги Надо Давайте Купить Немного У вас сухой молоко Есть? Немного Мне сухой молоко Надо Немного 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 А шея Почем 300 250 Можно Пилеечку 200 250 Ладно Не поднимать Эти Шести Лишний Раз Мне шея Нравится Конечно Клубаса 168 В печени Что Бывает Без Печени Немного А почему Обрезанные Яблоки Обрезанные 35 Так Очень хорошо Классно Для пирога Вообще Замечательно Лиша Пытается Купить Для пирога По 35 Рублей Говорит Не буду Брать Для нашей Любимой Тори 2 Килограмма Мяса Вот Закупили С мясом Бориса 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 По дороге По дороге Бориса Угостила Орешками Не боится Коронавируса Ну че вы боятся Придет так Придет Вот мы И до дома Допилили Вернее До остановки Тропинка Придет И Сугром Край дороги Видите Аж куда Занесло Я девчонка В 16 лет Поверила В счастье Которого Нет А кто Она Как Ее Зовут Вы Догадайтесь Сами Оу Еще Да Так Мы подходим К дому Поэтому Я радуюсь Да А как мы Здесь пройдем Я не знаю Главное Что мы На автобусе Доехали Может Было Надо было Там Ити Ну Вот По этой Дороге Не знаю Посмотрим У тебя Мокрые ноги Конечно Подумаешь Еще Чуть Намольше Ну Тут Хоть Проехать Можно Как Пройти Лучше Вот Здесь Чего Своего Дома Чистит Вот Там Вокруг Обходи Так Осторожно Здесь Мож Провалиться Давай 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 Вот Здесь Иди Вот Здесь Так Прямо Прямо Теперь Не поворачивай Направо Давай 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 Сейчас Может чуть-чуть Провалиться Давай Давай Так Крикливая Ты наша Дай Дай Мне Руку Если Друг Оказался Вдруг Ну А как Я Замочил Ноги Теперь Тебе Надо Давай Чтоб Ты Полегче Была Сумку Давай Аккуратненько Давай Посерединке Шаг Лево Шаг Право Я буду Эквилибрис Утонула Видала Продолжение следует Продолжение следует